Для широкой публики совершенно неизвестно, что психологи умеют делать строгие исследования. То есть, это совсем такая не общеизвестная истина. При этом, чем подробнее и внятнее рассказываются про эти исследования, тем хуже ситуация становится. Потому что наука же ужасно скучная. Чтобы разобраться с тем, что там делают эти восколобы, не пойми кто, в лабораториях, нужно бить кучу времени. А так, одна фраза, что вы, ребята, не наука, а хрен знает что, решает все проблемы. Интересный подкаст. Интересный подкаст. Привет, это Интересный подкаст. У меня сегодня в гостях Владимир Спиридонов. Владимир. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хочу начать с комплимента. У вас очень красивый, такой глубокий, всеобъемлющий голос. Вы когда-нибудь говорили об этом? Спасибо. Вы просто сторителер от бога. Это, боюсь, что последствия многолетнего преподавания. Да, понятно. Ну, я очень рад за тех людей, которые будут нас слушать в аудиоформате. Ребята, подпишитесь на Интересный подкаст не только на Ютубе, но и на всех платформах, на которых вы можете нас слушать. Владимир, вопрос сходу. Вы доктор психологических наук? Да. Доктор психологических наук – это кто? Это человек, который защитил докторскую диссертацию в области психологии. Тобственно, это некоторый формальный грейд, который в нашей стране, ну, с одной стороны, свидетельствует о том, что вы много лет работаете в психологии, с другой стороны, что вы можете написать текст, сделать исследование и защитить его перед глазами сообщества, подтвердив и защитив свой этот самый научный уровень. Что-то типа такого. А чем вы занимаетесь? Ну, давайте вот более прикладная история, чтобы у нас сложилось. Я всю жизнь занимаюсь тем, как люди решают задачи. То есть в психологии это определение мышления. Мышление – это как раз процесс, как люди преодолевают неопределенность. Чаще всего это связано с тем, что перед вами появляется задача или проблема, и вы ее так или иначе снимаете, преодолеваете, решаете, убегаете от нее. Есть много вариантов того, что может быть. Но вот часть этих вариантов – это мышление. Собственно, этим я и занимаюсь. При этом вы отличаетесь от людей, которые занимаются личными консультациями, как психологи, психотерапевты, психоаналитики, тем, что вы это делаете на научном, теоретическом уровне, правильно? Да. Ну, собственно, я занимаюсь исследованием. И в этом смысле прямая практическая выгода от того, что я делаю, может появиться через 15 минут, а может не появиться через 15 лет. Это, в общем, ситуация очень такая непростая. И иногда я консультирую тоже на основании того, что я знаю про мышление, потому что время от времени кому-то нужно что-то решить, кому-то нужно справиться с какими-то затруднениями интеллектуальными и так далее. Вот там время от времени моя помощь вполне необходима. Вот. Пожалуй, что так. Единственное, что, в общем, связь между теорией, исследованием и практикой психологии ужасно своеобразная. То есть вот угадать, что, когда и как пойдет в прикладные работы никогда не удается. Да, то есть, увы, ах, тут все непросто. Ну, тогда давайте попробуем ступить на дорожку дискуссии, потому что я уверен, что точно поднимется волна комментариев, и люди разделятся на два лагеря после моего вопроса, и надеюсь, что после вашего ответа вы тоже. Давайте, наконец-то, поставим точку в вопросе. Психология – это наука или нет? Ой, вы знаете, тут ответ очень простой. Смотря, про какую психологию вы спрашиваете. Потому что, когда мы говорим про психологические исследования, то они, большей части, абсолютно нормальная наука. Ну, то есть, до физики и химии, конечно, психологии не дотягивают, но то есть на мокрую биологию, вот не на биоинформатику, которая на компьютерах в основном, а на мокрую биологию, потому что в лабораториях делается с пробирками. Вот на это психология исследовательская когнитивная, в первую очередь, ну, абсолютно похожа. То есть, нормальные, скучные эксперименты с проверкой гипотез, с сбором выборки, с большой статистикой. С уявлением закономерности. Вот, прям вот, все вот так вот. Последние несколько лет в психологии идет так называемый репликационный кризис, то есть, плохо воспроизводятся эксперименты в некоторых областях. И это предмет для страшных разбирательств. Почему у нас вдруг эксперименты плохо воспроизводятся? У биологов тоже не очень хорошо. Но у нас-то почему плохо? Вот, и там масса всяких подвижек в сторону того, чтобы мы лучше занимались этими самыми экспериментами. Так и почему у вас плохо в итоге? У нас как раз относительно ничего, конкретно у нас. Сейчас, давайте, я договорю про разные варианты психологии, а потом поговорим про кризис. Дальше, конечно же, есть психология совсем другая, которая занимается помощью людям, прикладная психология. И это и психотерапия, и консультирование миллионов сортов. И разные варианты, соответственно, всякого консалтинга организационного, привязанного к организациям. И прочее, 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 прочее. Там с наукой значительно все хуже, ее там значительно меньше. Но это нормальная, прикладная и очень полезная область, которая всем нам позволяет жить и работать. Например, обеспечивать себе кусок хлеба с маслом. И, наконец, есть психология житейская. Ну, все мы, в каком смысле, психологи, да? Все мы, соответственно, хоть как-то понимаем, как устроены люди, с которыми мы взаимодействуем. Вот. И вот в этом смысле это, конечно, совсем не наука. Житейская психология — это страшная интересная область, ее изучать очень интересно. Но не дай бог считать ее наукой. Беда, 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 беда. Раньше в подкастах я не говорил, что давно изучаю тему накоплений. Теперь могу сказать точно. Сейчас такое время, что залететь туда с нуля и не ошибиться очень сложно. Но будущее наступит, как бы мы его не избегали. Взглянуть в него и узнать размер компенсации за свой честный труд можно уже сейчас в разделе «Пенсии» в приложении «Сбербанк онлайн». Все очень удобно и делается в несколько кликов. Можно попробовать просто из любопытства. Сбер выдаст вам подробную статистику со стажем, баллами и итоговой суммой, которая, правда, может вас сильно расстроить. Но не расстраиваться и сохранить привычный комфортный уровень жизни по окончанию карьеры можно прямо в этом же разделе, открыв индивидуальный пенсионный план. Все суммы, срок и даты будут наглядно отражены в калькуляторе в приложении «Сбербанк онлайн» или на сайте. Минимальная сумма первого взноса от полутора тысяч рублей. Это зависит от выбранной программы. А начать получать выплаты по индивидуальной программе можно гораздо раньше государственной пенсии. Узнать размер своей пенсии, посчитать выгоды и оформить индивидуальный пенсионный план можно прямо сейчас по ссылке в описании. Житейская психология, вы сейчас говорите про что? Про посещение людей, которые называются психологами, коучами? Нет? Нет, это учение? Ну, это, наверное, тоже отчасти. Но с Гердкрепер другое. Ну, вот для того, чтобы купить в магазине кусок колбасы, вам нужно представлять, как сказать слова «вот колбаса кассиру», чтобы он на вас обратил внимание. Да, вот, соответственно, то, в какое место кассиру нужно говорить слова, а потом куда прикладывать карточку. Как ни странно, это кусочек психологического знания. Да, вот такое житейское знание, его бесконечное количество. Собственно, откуда берутся, скажем, официанты, которые зарабатывают на чаевых существенно больше своих коллег? Они умеют работать с клиентом. Это замечательные житейские психологи. Собственно, житейскими психологами очень часто являются управленцы разного уровня, особенно высокого. Да, собственно, для того, чтобы управлять большим коллективом. Консьержи. Часто консьержи, таксисты, опять с теми же чаевыми, да, мошенники. Ну, вот, собственно, как на эти самые безумные телефонные звонки раз за разом покупаются наши с вами современники. Ну, что все всем сказали? Ну, что вы делаете, ребят? Ну, нет, ну, нет. Легко и просто. То есть в этом отношении житейская психология – это действительно такой набор рецептов, которые позволят вам добиться каких-то выгод во взаимодействии с человеком. Это совсем не наука. Это очень полезная и прикладная вещь, но наука там и не пахнет. Настоящая наука, лабораторная или не очень лабораторная, она, конечно, от житейской отличается психологией, в первую очередь, своей стремлению к универсальности. Да, если вы получаете какой-то эксперимент, в эксперименте результат, то хочется надеяться, что у вас результат касается либо всего человечества, либо больших групп этого человечества. То есть, что этот результат, он будет верен и здесь, и в Питере, и в Нью-Йорке, и в Токио, и в Акагаме, и даже в Шанхае, что теперь очень популярно. Так вот, в этом-то и основной вопрос. Предмет изучения науки, психологии – это психика человека. Да. Может ли это быть чем-то универсальным, что может быть применимо как раз-таки в разных слоях общества и в разных странах? Ну, представьте, что у вас есть несколько видов памяти. Почему бы им не быть у любого представителя рода человеческого? Если вы знаете закономерность, как работает каждый из них, то, в общем, вот вам, пожалуйста, пример абсолютно универсального знания. Понятно, что я немножко утрирую, и там на эти виды памяти будет влиять всякий культурный опыт. В разных культурах чуть-чуть вещи будут отличаться. Но опять-таки, кросс-культурная психология это умеет фиксировать. Пожалуйста. То есть, как раз в этом отношении понятно, какого рода знания нужно получать, чтобы оно было именно таким всеобщим, универсальным. И понятно, какое знание таковым не будет. Вот. Вот из примеров, давайте, какие знания будут фундаментальными и будут применяться, какие не будут применяться. Например? Ну, например, соответственно, вот такая мода последних нескольких лет после работы Каннемана – это искажение рациональности и отклонение от рациональности, байсы, так называемое мышление. Ну, вот кажется, что мы с вами существа, которые стремятся к собственной выгоде, умеют считать, ну, хотя бы деньги. Соответственно, умеют видеть какие-то западни, которые ставят нам жизнь и прочее, 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 прочее. Но как только мы начинаем проверять эти смелые догадки в лобовых экспериментах, вдруг выясняется, что наше мышление, человеческое мышление, даже образованных людей, оно совсем не похоже на этот рациональный идеал, который я такими грубыми мазками очертил. Ну, то есть, как только мы начинаем всерьез проверять то, что делают люди в каких-то конкретных ситуациях, ну, это просто беда, 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 беда. Но Каннеман за эту Нобелевскую премию получил за абсолютную простую рациональность мышления. Причем там милый пафос в его работах заключался в том, что в основном испытуемыми были американцы, ну, которые вроде как обращик некоторой рациональности, особенно в обращении с деньгами. И там, конечно, просто... А теперь мы расскажем, насколько вы рациональны на самом деле. Ха-ха-ха. Вот. И там действительно много очень показательных работ, где видно, насколько, ну, скажем, мы зависим в принятии решений от того, как задается нам вопрос. Ну, это катастрофа. Приходя в магазин, то, что вы купите, зависит от формы предложения вам товаров, от той ценовой рамки, которую вам предложат. Не то, что вы увидите ценники на окне, на стене, на телевизоре. Сами увидите, конечно. Но при этом то, как вам подадут набор товаров, вот как сформируется рамочка, в рамках которой будете принимать финансовое решение, вот этого оно и зависит. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть в этом отношении вот эта вот... Ну, уж я не знаю, помойная яма человеческого мышления, не знаю, как иначе сказать, да, она действительно оказывается в значительной степени универсальной. В том смысле, что в самых разных частях этой планеты люди, представители нашего с вами биологического вида, делают одни и те же ошибки. Да, ну вот грустный факт. Да, и дальше мы можем задуматься, что с этим можно и нужно. И нужно ли с этим что-то делать. Вот, вот, пожалуйста, вот. Насколько я знаю, психология раньше была частью философии, правильно? До... Это было очень давно. Это было очень давно, вот когда начала зарождаться эта психология как наука именно. Ну, это вторая половина XIX века. Да, и раньше была основная проблема в том, что все философствования, они шли как раз бок о бок с самоанализом, а потом появилась у этого самоанализа объективизация. Именно таким образом именно сформировалась наука психологии. Да, ну, собственно, это было, правда, давно, но это действительно важное очень событие в истории психологии. Психология трудно и больно отделялась от философии, потому что, ну, не очень понятно, что вообще мы должны делать, как психологи в исследовании. Да, требуются очень серьезные теоретические усилия, чтобы всерьез ответить на вопрос, что такое психика. Слово-то вы уже употребили. Вот. И действительно... И где она находится, что самое интересное. И где она находится, в том числе, конечно. Вот. И психологи долго мучились с психологией сознания. Тогда было такое чудесное направление в XVIII-XIX веке. С тем, что есть такое сознание и как его можно изучать. И метод был действительно... Он, правда, назывался самонаблюдение или интроспекция. Ну, собственно, идея ровно та же самая. А потом стало понятно, что так работать нельзя. Правда, до сих пор есть люди, которые это делают. Но, в общем, бог им судья. Вот. И дальше, ну, сто с лишним лет психология боролась за то, как мы можем объективно изучать психику. Объективно в том смысле, что результаты не зависят от людей, которые их получают, от места, в котором они производятся, эти результаты, от времени суток, от времени года. Ну, что если мы с вами получаем результаты про человека, то действительно характеризует его сущность, скажем так, например. Вот. А если это зависит от времени суток или времени года, то есть другие закономерности, которые связывают... Ну, скажем, там есть временные ритмы всякие, да, и мы тогда понимаем, почему изменение состояния человека связано с временем суток. Вот. Увы, прошло сто с лишним лет, много чего придумано, но сказать, что там кардинальные проблемы решены, ну, вот никак нельзя. Психологи борются за то, чтобы быть нормальной наукой. И дай бог ей всяческого здоровья. К сожалению, вот мы с вами затронули этот самый кризис репликации. Он устроен вот каким образом. Ну, психология большая стала, исследовательская. И группа психологов задумалась, можно ли верить экспериментальным фактам. Ну, то есть, в самых разных науках считается, что воспроизводимость эксперимента – это такой синоним научности. Ну, в общем, это правда. И уговорив много лабораторий, много десятков лабораторий, было воспроизведено несколько экспериментов разных. Причем все эти эксперименты исходно были опубликованы в центральных психологических журналах. И непереглядная правда, которая открылась, она ужасна. Ну, есть области, в которых все относительно неплохо. Психология восприятия, например. Там воспроизводится очень многое. Если не все. Ну, не все, конечно, но большая часть. А, скажем, в социальной психологии все очень неблагоприятно. Ну, вот видно, как только фактор человеческий с экспериментатором увеличивается, тут и начинаются разночтения. Вот. И дальше начались большие дебаты, они, собственно, продолжаются по поводу того, как спасаться. Ну, то есть, нужно ужесточать сами процедуры экспериментальные. Это правда. С другой стороны, понятно, что в психологии, не только в психологии, действует очень жесткое правило, что опубликовать вы можете только положительные результаты. Отрицательно мало кому интересно. Это так называемый публикационный байес. Все публикуют положительные результаты. И журналы их хотят. Поэтому, ну вот, если очень хочется, ну мы же можем как-то там на что-то зажмуриться. Это вторая причина плохих воспроизведений. Вот. И, наконец, есть действительно много просто неучтенных факторов. То есть, когда эксперимент проводится не очень чисто, появляется куча побочных переменных. Да, они появляются не только у нас. Собственно, лет... Появляются искажения внутри искажений. Да. Да. И поэтому результаты плавают в существенных пределах. И именно поэтому к психологии, как к науке, основная претензия? То есть, потому что вы размываете факты и закрываете на что-то глаза? Или... Претензия возникла значительно раньше, чем появился этот кризис. То есть, для широкой публики совершенно неизвестно, что психологи умеют делать строгие исследования. То есть, это совсем такая не общеизвестная истина. При этом, чем подробнее и внятнее рассказываются про эти исследования, тем хуже ситуация становится. Потому что наука же ужасно скучная. Чтобы разобраться с тем, что там делают эти восколобы, не пойми кто, в лабораториях, нужно бить кучу времени. А так, одна фраза, что вы, ребята, не наука, а хрен знает что, решает все проблемы. Ну, и к философии, собственно... Философия вообще отстоит, это же известно. Кому же она нужна? Я так понимаю, что проблема в том, что как раз-таки психику, которую изучает психология, невозможно нащупать и локализовать. И поэтому вся дискуссия вокруг того, что это неточная наука, сводится к тому, что это не наука вообще. Ох, вот то, что психика нематериальна, это принципиально важная вещь. Да, собственно, действительно, есть вещи, которые мы не можем потрогать руками. Например, нельзя потрогать руками стоимость. Нервную систему нельзя потрогать. Нервную систему можно потрогать. Почему же? Еще как. А, хорошо, вы про мозг сейчас. Нет, и мозг можно потрогать руками. Но если не уживал человек, конечно, не в ситуации операции. Но еще раз, есть масса вещей, которые устроены таким поразительным образом, которые руками зацепить нельзя, укусить нельзя. Или там, как сказали на стороне, они тень не отбрасывают. Общество не отбрасывает тень. Ну, вот, хоть убейся. Способности не отбрасывают тень. Ну, и прочее, 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 прочее. Ну, на самом деле, естественно, науки в такой ситуации работают. Ну, скажем, астрономы не могут пощупать нейтронные звезды. Они вынуждены изучать их издалека. Ну, ничего изучают. Ну, по крайней мере, у них есть какие-то математические расчеты, чтобы до них дотянуться. Есть, и теории есть, да. Но поэтому психологи, в общем, тут хорошо бы иметь какие-то теории, конечно, в ответ. Но это не отменяет того неприятного факта, что психика или сознание, они нематериальны. Но их, правда, нельзя пощупать. Но вот это вот поразительно. Но вот есть масса вещей, и это вот одна из них. Или целый набор таких вещей. Так. Которые не поддаются ощупыванию. Не поддаются чушное восприятие, сказал психолог. Не понюхать, не укусить, не ущипнуть. Сознание нельзя. Ну, вот нельзя и все. Тогда еще чуть поглубже. А находится психика внутри тела человека? Нет, конечно. Ну, соответственно, внутри тела находится мозг и нервная система. Но это не психика. Вот одна из самых дурацких ошибок, которые делают журналисты в беседе со мной. Они спрашивают промышление, промышление, промышление. А потом говорят, а мозг-то как думает? Ребят, при чем здесь мозг? Мы с вами, вроде, про психику только что говорили. Если вы их не различаете, то о чем мы вообще разговариваем? Мозг – это электрическая машина, которая находится у вас между ушей. Вот мозг можно потрогать руками, можно сварить супчик из него. Вот, ради бога, там все хорошо. Как он производит сознание – это одна из самых великих мировых загадок. Называется психофизическая проблема. Как взаимодействуют между собой, связаны между собой сознание и материальный мир. Или, соответственно, в более узком смысле мозг, нервная система. То, что связано, нет никаких сомнений. То, что мозг необходим, чтобы у нас с вами было сознание или психика, нет никаких сомнений. Но вот их связь вызывает огромное количество вопросов. И в этом отношении... В чем проблематичность самой этой связи-то? Представьте, что у нас есть печень, которая выделяет желчь. Ну, казалось, все очень просто. Вот печень, вот желчь. К сожалению, такая метафора не работает. Потому что сознание – это не секрет, не жидкость, не что-то, что выделяется из железы. Оно вот что-то совсем другое. И как оно, соответственно, с мозгом взаимодействует, как оно крепится к мозгу. При том, что это не эфемерное вообще. Абсолютно нет. Что вы? Сознание – одна из самых мощных вещей в этом мире. Когда я готовился, мне написали пару подписчиков о том, что есть такая договоренность среди именно психологов и людей, которые занимаются психологией как наукой, что внутренний мир человека – это его внутренние органы. Все. Больше ничего. И психику туда вообще никак нельзя интерпретить. И ее никак туда нельзя внедрить. Вот я боюсь, что это договоренность среди биологов и физиологов, а не психологов. Психологи хорошо различают внутренний мир как желудок и внутренний мир как сознание, психику, набор переживаний. Все-таки, да. Конечно. Еще как. Были психологи, которые считали, что просто сознание нельзя изучать. Были такие люди, бихевиористы назывались. Бихевиор – это поведение по-английски. Психологи поведения. Они считали, что не то, что внутреннего мира нету, он как бы есть, но он просто недоступен научному изучению. Изучать надо поведение. Чем они и занимались. Вот. И посему, опять-таки, по третьему кругу, пробегая по тому, что делают психологи, психологи действительно пытаются разобраться в том, как работает вот этот наш... Давайте будем вместо психики использовать метафору внутреннего мира. Да, собственно, у вас есть мышление, память, восприятие. У вас есть эмоции. У вас есть, соответственно, куча представлений о том, что происходило несколько минут или несколько лет назад, и что будет происходить. В эти мысли у вас есть и воспоминания, и планы. Все вот это и является предметом анализа психологов и много чего другого, конечно же. И более того, как раз в этом внутреннем мире лежат ответы на то, почему вы такой, какой вы есть, а не другой. Почему вы будете делать то-то, а не другое. Почему вы размышляете, скажем, о поступлении в одни магистратуры, а не размышляете о поступлении в другие магистратуры. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Да, собственно, вот такой ход мысли называется психологический редукционизм, когда психологические факты объясняются из других психологических фактов. Бесполезно объяснять ваши планы из того, что вас в детстве били или не били родители. Это очень странная и надуманная связь. То есть вот эта история про все из детства, это чушь полная? Не полная, но почти. Потому что после этого с вами происходила куча значимых событий. Да, я соглашусь с вами, потому что не так давно в процессе тоже психотерапии я обнаружил следующее, что когда ты делаешь добро, в ответ ты не всегда получаешь добро. Там условно, самый банальный пример. Ты даришь своей девушке подарки, а в ответ эти подарки ты не получаешь, и тебя там условно не поздравляют ни с какими праздниками. Следовательно, можно провести параллель с тем, что и зло не возвращается. Ты можешь делать все, что ты хочешь в этой жизни, и не факт, что к тебе это вернется, как это принято думать, бумеранги. Ну, вот, собственно, рассказы про бумеранги – это такие психотерапевтические сказки. Они полезны в одних ситуациях, они совершенно бестолковы в других ситуациях. Абсолютно. Но действительно попытка описать удобный способ, так сказать, язык для описания ваших проблем. Причем в психотерапии много разных языков для описания. Это же проблемы очень разные. Люди очень разные. И сложно устроенные существа. Поэтому еще раз, заканчивая песню про мозг, кажется, тут все должно быть вот к какому отношению. Понятно. Изучать психику – это не значит изучать мозг. Изучать мозг – это не значит изучать психику. Психолог должен знать, как устроен мозг. Но какой-нибудь нейробиолог знает устройство мозга значительно лучше, а про психику знает значительно меньше. Сами вы уже успели сказать о том, что давайте использовать метафору психика-внутренний мир. И часто тоже ваши коллеги и работают по метафоричным каким-то теориям. И Юнг был тоже очень таким любителем метафор. Вообще, насколько наука допускает метафоричность? Смотря в каком виде и в каком месте. То есть, если мы с вами начинаем строить теории научные, настоящие научные теории, то очень часто все начинается именно с метафоры. Причем это далеко не психологическая приблуда. Если вы вспомните, скажем, физику, ну, небось, в школьном курсе физики, если помните, вам рассказывали о том, что Резерфорд... Сейчас, Резерфорд ли? Да, Резерфорд, по-моему, построил модель атома, которая похожа на Солнечную систему. Ну, вот прям метафора. Вот в середине что-то тяжелое, гидро, а там Солнце. А вокруг что-то болтается. Там планеты, а тут, соответственно, электрончики. Очень быстро перестало работать. Но как первый шаг по строению теории, это вполне легальный ход. Психологи... Вот если психологи используют метафоры на ранних этапах теоретической работы, это абсолютно нормально. Да, собственно, ну, скажем, вот в моей области, в области психологии мышления, есть очень старая, очень уважаемая и, к счастью, умирающая теория. Она называется... Теория. Хорошо, что теория, да, я думаю, вы скажете преподаватель. Нет, 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 это что вы, господи. Дай бог здоровья коллегам. Так вот, это называется теория задачного пространства. Problem Space Theory. Она лежит на метафоре поиска. Решение задачи – это поиск ответа. Ну, скажем, их любимое сравнение – это поиск бриллиантов в темной комнате. Вот вы входит в темную, ничего ни хрена не видно. Да, и вы начинаете шарить в темноте руками, пытаться найти эти самые бриллианты. Найдете – чудно. Другой вариант, значительно более понятный. Вы находите электрический выключатель, зажигаете свет и все видите. Да, вот изменение репрезентации, представление задачи, да, и вы находите эти самые бриллианты легко и просто. Вот. Вот поиск как форма понимания мышления, как метафора мышления – это, конечно, просто такая замечательная, удобная и понятная метафора. И второе место, где метафоры хорошо работают, опять мы его с вами помянули, это психотерапия. Для описания сложных человеческих проблем без метафоры не обойтись. Ну, мы действительно сложные существуем. Почему? Не обойтись? Очень... Так проще понимать себя? И другого. И себя, и другого. Проблема вот в чем, насколько я понимаю. Когда психологов учат, ну, там, студентов, а потом и не студентов, им говорят, что, ребят, у нас нет одной единственной, в смысле, правильной теории. Теорий много. Это значит, что у вас есть много языков описания. И вам нужно понимать, какой язык описания будет адекватен в этой ситуации, ну, самый удобный. А какой в этой? Вот хорошее психологическое образование – это как раз умение выбрать из множества языков описания, которые ты знаешь, тот, который удобен здесь и теперь. У людей, которые приходят к психологам, ну, к психотерапевтам в первую очередь, языков описания нету. Им очень трудно по-человечески рассказывать о своих проблемах. Откуда такая безумная популярность Фрейда Юнга? Откуда такая безумная популярность очень простых описаний психики, типа этих самых, господи, знаков зодиака, типа какой-нибудь там фигни, ну, господи, от Юнга пошла. Фу, ты слово вышла. Нумерология? Не-не-не-не. Где выделяются типы? Дизайн человека? Проще. Проще. Сейчас вспомню. Вот, ну, классифицировать людей нужно, иначе мы умрем в разнообразии. Архетипы? Архетипы – это Юнг. Вот, а, соответственно, количество того, как мы умеем это делать, в жительском языке явно недостаточно. Поэтому любая система понятий, которая хоть как-то упрощает вам жизнь, она воспринимается на ура. И в этом отношении психотерапевты действительно пользуются разными языками, чтобы помочь клиентам внятно понять, что с ними самими происходит. Что такое у них не получается, что такое у них вызывает тяжелые переживания. Вот это интересно. Вообще психология человека, ну, меня, она завязана на уникальности моей нервной системы? Вообще нервная система – это уникальное что-то или нет? Ответ – и да, и нет. Значит, с одной стороны, конечно, ваша нервная система, она такая же нервная система, как у любого из сидящих в этой комнате. С одной стороны. Ну, то есть, мы рождаемся с базовым набором качеств все или нет? Мы рождаемся с базовым набором качеств все да и нет опять. Смотрите. Значит, с одной стороны, нервная система, повторю я, имеет набор частей, которые у всех присутствующих здесь одинаковый, без вариантов. Иначе бы человек здесь не сидел, а был бы в тяжелой клинике. С другой стороны, опять-таки, ваша нервная система росла и взрослела вместе с вами. Ну, мозг в первую очередь. Да, она ходила в детский сад, если вы ходили. Она поузала по полу, собирая там какие-нибудь камешки и ободровала коленки, играя в мячик в полутора лет. Слушала музыку. Слушала всякую музыку. Ходила в школу, дралась, била стекла. Да, там, целалась с девушками. Еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то. Вот весь этот опыт, он зашит, собран в вашей нервной системе. И в этом смысле ваша нервная система абсолютно уникальна. Потому что тот путь, который вы прожили, не проживал больше никто. Понял. А насколько нервная система может быть связана с генетикой тогда? Ну, то есть, если я приобретаю какой-то опыт, через этот опыт я формирую свою нервную систему. И, ну, там, получаю к 30 годам то, что получаю. Но говорят же, что если, допустим, там, ребенок в неврозе, то смотрят на его мать, например. Всегда. Ну, вот смотрите. Значит, соответственно, когда мы говорим о генетике, насколько я понимаю, мы с вами имеем в виду те вещи, которые закодированы в наборе генов. Абсолютно. И пришли от папы с мамой. Эти вещи очень важны. Но при этом тот набор генов, которые вы получили от папы с мамой, должен был реализовываться на этом свете. Да, соответственно, он, этот набор генов, попал в какую-то среду, которая в чем-то благоприятствовала развитию этого набора, каких-то способностей. А в чем-то неблагоприятствовала. Набор генов с какого-то момента начал выбирать какой-то путь свой, свою дорожку. Что-то ему нравилось, что-то нет. Что-то получалось лучше, что-то нет. То есть, в этом отношении генетика имеет существенный вклад в то, во что мы вырастаем. Но при этом самые разные прижизненные события – воспитание, обучение, язык, социальная среда, школа – все это имеет не меньшее значение. Психогенетические исследования, которые давно ведутся, и самый их такой клевый метод – это близнецовый метод. Когда у вас есть пара близнецов, которые по разным причинам вдруг оказываются в разных семьях. В Британии такое очень любят. У вас абсолютно генетические, скажем, монозиготные близнецы, одинаковые абсолютно. Но один воспитывается в родной семье, второй – тетки. И дальше вот усравнивать их одно удовольствие, как вы понимаете. Потому что вклад врожденных характеристик, он одинаковый. А прижизненный опыт разный. Ну, собственно, раскладки разные, но примерно пополам. Примерно 50% от генов, 50% прижизненно формируется, средой задается. При этом в разных возрастах эта зависимость разная, что особенно интересно. То есть, процесс очень нелинейный и очень хитрый. И то, и другое важно. Да, ну, я повторяю, в разных пропорциях, в разных возрастах. И не только гены важны. Давайте их назовем хоть что-то. Что еще важно? Важен язык, который вам придется выучить, когда вы рождаетесь в языковой среде. Важен культурный антураж. Те культурные предметы, с которыми вам предстоит работать. Начиная от ножей и вилок. Если это ножи и вилки, а не палочки, скажем, китайцы. Мячики, которые вы играете, или что-то другое. Не менее важен тот набор семейных традиций и практик, которые приняты. Ну, скажем, вас пеленают или нет? Вам зубы надо чистить или нет? Ну, и так далее. Это бесконечное количество, поэтому, в общем, мы вырастаем такие сильно разные. Очень интересно в продолжении. Есть целая статья, которую написал чуть ли не Мамардашвили с психологами, с людьми, которые тоже изучали это как науку. Она называется «Выбор стратегии к психической адаптации для личности». То есть, условно. Хороший пример с близнецами. У одного одна нога короче другой с детства. И у другого одна нога короче другой с детства. Но история заключается в следующем. Человек, который знает, как с этим жить и как работать, он будет абсолютно нормально, адекватно себя с этим чувствовать, потому что родители ему сказали, что это не проблема, это твоя уникальность. А другой будет себя чувствовать гораздо хуже, потому что родители ему сказали, что, ну, теперь ты инвалид всю жизнь, и у тебя одна нога короче другой, и у тебя ничего не будет получаться. И то, как ты относишься к этой проблеме, и формирует твою личность. Ну, собственно, это один из локальных примеров. Ну, да. Да, действительно, то, как вам помогут относиться к вашим особенностям, в значительной степени определит то, как вы будете с этим особенностями дальше справляться. Самый пример, как мне кажется, более понятный следующий. Ну, представьте, что есть такая удивительная вещь, как шахматные способности. То есть, ну, вот некоторые наборы специальных способностей, их состав до конца непонятен, которые определяют, что вот если вы начнете играть в шахматы, вы быстро достигнете очень высоких профессиональных уровней. Но вы рождаетесь в культуре, в которой шахмат нет. Ну, вот вообще. Так. Ну, что будет с этими способностями? Да ничего. Да ты не узнаешь просто. Конечно. Ровно это и будет. Ну, вот этот пример, мне кажется, значительно более показательный. Да, есть вещи, которые не проявляются у нас вообще никак. Именно потому, что никаких культурных к этому поддержек, ну, культурных практик, да, давайте так скажем, ну, просто нету. Ну, вы могли быть замечательным пловцом, но живете в городе, где нет ни реки, ни бассейна. Ну, вот. Ну, и продолжая тему про стратегию к психической адаптации, реально, психика настолько адаптивна, что она может привыкнуть абсолютно ко всему? Или убедить себя в том, что, допустим, все у тебя в порядке, если ты, например, инвалид-колясочник, то ты все равно можешь жить полноценной жизнью, например же? Соответственно, вот с тем, что психика очень адаптивна, я чрезвычайно согласен. Да, действительно, психика – это такой невероятный ресурс, который приспосабливает нас к очень разным, очень сложным, часто очень неожиданным условиям жизни. Инвалид-колясочник – это, конечно, случай очень тяжелый и трудный, но действительно, эти люди находят в себе мужество и выстраивают нормальный, настоящий, полноценный образ жизни. Просто герои. Герои, у меня всяких сомнений. И в самых разных случаях наша психика помогает нам справляться с самыми разными трудными эпизодами. То есть, ну, ситуации тяжелых потрясений, социальных или личных, самого разного рода катастрофы, военные действия, чего только не влияет на психику в отрицательном смысле. И в этом отношении, ну, как бы мы не были такими высокоадаптивными, род человеческий давно бы кончился. Это совершенно однозначно. А суть почему на это не похожа. Вроде как мы живем-живем и собираемся жить дальше. Причем адаптация – это штука очень многоликая и многомерная. Это и выработка каких-то новых привычек, новых форм жизни, новых форм... Ну, не форм жизни, конечно, но форм образа жизни, что-нибудь типа такого. Смена места жительства, смена круга общения. Психологи выделяют такой очень важный и интересный кусочек психики. Их впервые выделил эти стратегии психологов фамилии Лазарус. Это называется копинг-стратегии. Английский как бы to cope – преодолевать, справляться. Да, копинг-стратегии – это вот специальные стратегии, которые помогают вам выдерживать трудные ситуации. Их с тех пор по-разному разные люди выделяли. Но сама идея, что у нас есть специальные способы борьбы с проблемными ситуациями, в этом нет никакого сомнения. Да, они позволяют нам удерживать равновесие в самых сложных ситуациях. Причем, опять-таки, достаточно быстро стало понятно, что копинги, копинг-стратегии бывают разные. В том смысле, что бывают адаптивные и не очень адаптивные. Имеется в виду следующее, что примитно к вам лично есть стратегии более удачные, которые позволят вам быстрее вернуться в дееспособное, рабочее, какое-то там нормальное состояние. И менее удачное. То есть, это не абсолютная характеристика «Скорее», а вот именно примитно к конкретным людям или группам людей. Вот, вот. По сути, любой может принять любые правила игры. Вопрос твоих умений, навыков и, опять же, опыта, который ты наработал за всю жизнь. Вы все время неявно или явно склоняете меня и слушателей к сознательным решениям. Да, вот я принимаю правила игры. Это верно, но только до некоторой степени. Потому что масса вещей в нашей психике работает помимо нашего сознания. Ну, вот с этого наш разговор и начался. Потому что мне очень любопытно понять, насколько механика учения психологии действительно может быть применима в широком спектре своих возможностей. Понимаете? То есть, насколько психология как наука может давать нам какие-нибудь, не знаю, там, аксиомы, что мы применяли как, не знаю, вид, как рот. Погодите, погодите. Массово, понимаете? Вот погодите. Соответственно, когда вы взыскуете массовых рецептов, то это рецепты, которые действительно транслируются на уровне делай-раз, делай-два, делай-три. Такие рецепты есть, но, во-первых, они не самые эффективные и, главное, не самые интересные. А куча вещей в психике работает, ну, позвольте странную метафору, тихой сапой. Да, вот без согласия вашего сознания. Да, ну, вот такой пример совсем простенький. Чтобы ваши глазки нормально меня видели, они должны примерно раз в несколько сот миллисекунд сдвигаться с места. Если вы стабилизируете мое изображение у вас на сетчатке, то я исчезну. Это легко показать экспериментально. Поэтому делайте следующее. Глазки совершают некоторый дрейф, а потом перескакивают обратно. Вы не замечаете этого совсем. Конечно, но глазки есть у всех, и эта механика действий глаз, она применима ко всем людям, правильно? Да, безусловно. Так вот, ну, собственно, вы хотите универсальный, ну, вот оно. Да, соответственно, есть некоторые механизмы поддержания зрительного контакта и, как бы сказать, зрительного внимания. Так. Да? Про это много известно, но эти механизмы абсолютно автоматические. Они лежат абсолютно вне сознания. Вы можете глазами шевелить совершенно произвольно. Это ни на что не влияет. Да, чтобы я у вас сохранялся в зрительном поле, в нужном состоянии, да, ваши глаза совершают очень сложный набор действий. Совершают все время, независимо от вашего сознания. Ровно так же, соответственно, работает огромное количество других неосознаваемых элементов и в психике, и в поведении. Вот в психике какие, например? Ну, соответственно, вы явно планировали беседу со мной. Глядя на листочек, который лежит перед вами, я догадываюсь, что там много чего написано. Это очень важный момент. Но при этом в ходе беседы со мной вы явно помните несколько предыдущих эпизодов наших реплик туда-сюда. И у вас явно заготовлено, что вы скажете, спросите немножко вперед. Вот кусок вашей рабочей памяти, то есть памяти, которая работает здесь и теперь, которая удерживает какую-то информацию для того, чтобы вы поддерживали беседу и ввели ее в нужную вам сторону. Но параллельно с этим вы вполне грамотно по-русски строите фразы. Подержи, не путайте. У вас из памяти появляются слова. Но вы ведь явно, соответственно, даже не помните название русских форм, фраз, которые вы используете. Сложно сочиненную фразу, а сложно подчиненную. Вы же явно не отличаете. Но вы раз за разом их используете почему-то. Каким образом? Если вы даже не знаете, что это такое. Каким образом вы расставляете падежи правильно, хотя вы об этом не задумываетесь? Вы об этом думать не успеваете? Не надо меня обманывать. То есть русский язык в вас работает каким-то образом вполне нормально. Ну, речь русская. Вот она абсолютно автоматизирована. Вот кусок психики, который хорошо работает, обеспечивает вам нормальный рот профессиональных занятий. И думаю, что кусок хлеба с маслом. Все, понял. Считается. И такого навалом. То есть язык, как проводник в мир психики, абсолютно применим к широкой... Пожалуйста. Соответственно, поддерживая со мной беседу, вы время от времени позволяете улыбнуться, поддерживая контакт. Да, вы поддерживаете глазами контакт со мной и так далее. Вы же явно об этом не задумываетесь. Уже нет. То есть нормальные формы взаимодействия приняты в нашей культуре. Ну, вот оно. Вот еще кусок. Я готов такое до утра продолжать. Такого навалом. Да? Для человека, который не знает психологии, это кажется совершенно тривиальным. Ну, как? Ну, он смотрит на меня глазами. Ну, поверьте, чтобы глаза смотрели в нужное место. И еще, чтобы они в нужные моменты смотрели. Требуется такая координация. Мама, не горюй. Особенно все эти еще уловки, когда надо смотреть в один глаз. Ну, и так далее. Там навалом всего, конечно же. Ну, вот. Это то же самое про язык. Ну, как? Открыл рот, начал говорить. Ну, нифига себе. Там столько всего завожено, чтобы ты открыл рот и начал говорить. Про адаптацию, про людей, которые, вы бы сказали, попадают в разные обстоятельства. Сами того, не всегда желая. Допустим, вот сейчас есть обстановка. И много людей уже испокон веков. Из раза в раз становится понятно, что люди, которые возвращаются с военных действий. Как потом они адаптируются в социуме, очень сложно. Да, вы знаете, вот с этим у меня есть несколько удивлений. Вот какого рода. Потому что формально вот эти состояния после боевых действий чаще всего его описывают как посттравматический синдром. Посттравматическое стрессовое расстройство. ПТСР. Оно было открыто очень поздно. То есть, реально его стали описывать, когда американцы стали возвращаться с Виннамской войны. Для меня это страшно удивительно, потому что две чудовищные войны мировые произошли, и что после Первой мировой, что после Второй мировой должно было быть безумное количество людей во всех странах, которые вернулись с этой войны с ПТСР. Как его не рассмотрели? Ну, как? Как эти люди реадаптировались к жизни после того, что они видели? Что интересно, адаптировались к военным действиям они лучше, чем потом по возврату в реальный мир, в обычный? Наверное, но при этом никто же не отсмотрел никаких особенных ужасов. Вот в том-то и дело. Причем, ну, ладно, там были страны закрытые, которые плохо смотрели, но в каких-нибудь странах, типа там Великобритания или Франция, могли смотреть хорошо и тоже ничего не видели. То есть, в этом отношении вроде бы это лишняя подсказка, что ресурсов адаптационных у психики много. Даже вот для таких тяжелых случаев, когда комбатанты, то есть, участники их действия, возвращаются на родину, на родину, домой. Вот. И, конечно, вы правы, ну, с учетом тех реалий, в которых мы живем, эта проблема уже имеет место быть и будет еще более острой. То есть, конечно, люди возвращаются с войны, и их нужно как-то адаптировать к тому, что... Кто этим занимается? Кто должен этим заниматься? Ох! Кто должен этим заниматься? Вопрос лукавый. Самые разные организации вроде как должны этим заниматься, включая Министерство обороны. По идее этим занимаются психологи. Я знаю несколько центров психологических, которые это делают. Знаю несколько религиозных организаций, связанных с Русской Прославной Церковью. Но этого явно мало. С учетом объемов людей, которые возвращаются. И причем не все люди готовы на это идти, которые... И не готовы идти, и просто не знают о том, что такое есть. Прямо всего прочего. Более того, я бы, честно говоря, выделил в особую категорию не просто комбатантов, а люди, которые перенесли какие-нибудь ранения. Да, собственно, которые после госпиталей должны возвращаться к нормальной жизни. Даже если они не стали коллегами, инвалидами, даже в этом случае тяжелое ранение очень изменяет человека. И возвращаться к мирному образу жизни трудно. Мне кажется, это вопрос доверия. Опять же, люди, которые возвращаются с военных действий, даже если они приходят в психологический центр, или на личную консультацию к психотерапевту, они должны быть уверены в том, что это человек, который реально может им помочь. Потому что чаще всего... Ну, ты не был на войне, что ты мне можешь сказать? Это правда. Но вообще отношение к психологам, оно часто именно такое. Кто-то такой, чтобы меня поучать. Психологи редко когда поучают. Если поучают, это хреновый психолог. С другой стороны, случаев, когда непрофессиональная помощь заканчивается плохо, их много. И давайте я расскажу не наш случай, чтобы, в общем, никого не обидеть. Такой страшненький эпизод в Штатах, в Соединенных Штатах, был, после Иракской войны, через сколько-то лет, был такой персонаж, лучший снайпер армии Соединенных Штатов. Ну, вот человек, который был замечательным снайпером. Как-то там выигрывал армейский конкурс, еще что-то, еще что-то. Потом ушел в отставку. И из самых лучших побуждений он стал пытаться помогать людям с ПТСР после армии. После боевых действий, конечно, но не просто после армии. Что он делал? Ну, он понимал, что у них плохо с контролем агрессии. Это, собственно, одна из основных проблем. Такая неконтролируемая агрессия, причем в неожиданный момент. И он стал их брать, возить на стрельбище. И они вместе стреляли по мишеням. И сколько-то времени это очень помогало. Ну, то есть, вы берете человека с кучей оружия, приезжаете и, значит, пуляете. Разве представляю, чем заканчивается эта история? Ну, я думаю, что история понятна. Один из этих человек, который он привез, Минцов, стрелять в мишени, расстрелял всех присутствующих, включая этого самого замечательного американского снайпера. Да? Какой? Да, американский снайпер. А, даже фильмы изговорил. Фильмы не видел, это реальная история. Ну, она, да, на реальных событиях. И таких фильмов очень много. Если напрягусь, даже имена вспомню. Но опять, да, вот, собственно, вот это к вопросу о профессиональной помощи. Он старался. Он, как сказать, делал шаги в нужную сторону. Но так нельзя. А как можно? Кто знает? Ох, это очень сложный вопрос. Понятно, что все-таки с ПТСРом психологи работают. Понятно, что работают не только с боевым ПТСРом. Да, но вот я только хотел спросить, что ПТСР же, он может быть не только после войны. Это же разные потрясения в жизни. Именно поэтому, собственно, есть некоторые ответы. Понятно, что психологи имеют какие-то рецепты. Рецепты явно ограниченные. Но, тем не менее, они есть. Да, собственно, и если это будет поставлено в виде задачи, ну, психологи таки умеют учиться. И в этом отношении процесс пойдет. То есть, опираясь на тот опыт, который есть, опираясь на тех специалистов, которые есть, конечно, в эту игру можно и нужно играть. Потому что иначе я боюсь, что... Это повторение 90-х просто, к сожалению. Мы будем иметь, да, большие проблемы на улицах городов. Потому что я боюсь, что помимо людей, которые вернутся, и поток оружия, конечно же, никуда не денется. Вот с этим будет не менее неприятно. Ну, то есть, мы сейчас с вами резюмируем эту историю. Должны задуматься где-то наверху о том, что это крайне необходимая мера. Правильно? Да, причем сейчас, а не через два года. Что начинать действовать надо сейчас. То есть, пока, ну, то есть, как известно, в нашей стране пока жареный петух не клюнет, никто не перекрестится. Но вот пока еще ситуация не острая, и всяких трудных кейсов уже видно несколько, но не самых ужасных, еще к этому можно успеть подготовиться. И все-таки и психологическое сообщество в стране достаточно неплохое, с точки зрения профессиональной, я имею в виду. И есть люди, которые умеют работать с ПТСР. То есть, вот начинать работу надо буквально сегодня вечером. И это не шутки. Как за годы вашей деятельности менялось отношение к депрессии? Вот что я хотел у вас спросить. Она стала модной. Интересно. Депрессия была нормальным клиническим синдромом. Скорее, психиатрическим даже, чем психологическим. Вот. Но по мере того, как психологи становились массовой профессией, и визиты к психологу становились менее позорными, а более популярными, вдруг оказалось, что быть в депрессии – это, в общем, вполне легальное состояние. Но не в клинической же депрессии. Клиническая депрессия – это, конечно, ужасная штука. Тут надо все-таки понимать, что люди, которые не психологи, депрессию называют просто устойчивое сниженное настроение, такую агидонию, когда ничего особенного не хочется. И, в общем, ломает что-либо делать и прочее, прочее, прочее. Но депрессия стала модным словцом для описания своих состояний. Давайте тогда опишем, что такое реальная депрессия. Потому что, как мне кажется, люди стали более информированы, но, как вы уже успели заметить, не совсем верно интерпретирующие эту депрессию. Быть информированным человеком, который является ученым, я думаю, что гораздо более правильно. И мне кажется, что сейчас самое время говорить о том, что такое депрессия. Потому что действительно ее стало очень много. И там продажи антидепрессантов в нашей стране за последний год, говорят, какие-то рекордные вышли числа. Да, да. И при этом, к счастью, мы пока не достигаем результатов Соединенных Штатов, где, в общем, продажи антидепрессантов – это... Каждый четвертый. Совсем большой бизнес и самые разные проблемы. Люди пытаются глушить антидепрессантами, что плохо закончится. Еще раз. Вот про подробности депрессии, конечно, нужно разговаривать не со мной, а с клиническими психологами. Это понятно. Но в целом речь идет о некотором, ну, более-менее устойчивом синдроме. Синдром – это сочетание симптомов. В общем, закономерное сочетание. У вас будет сниженный эмоциональный фон. То есть, вы будете раздражены, недовольны, или он просто просто сниженный. У вас будет агидания. То есть, вы будете ничего не хотеть. Или, соответственно, хотеть самых простых вещей, а чтобы все остальные от вас отстали. И вещи, и люди. И, соответственно, третий момент, кроме названных, ну, что-нибудь... Не, ну, для простых описаний, я думаю, что уже этого вполне хватит. Вот. Ну, вот у вас есть человек, который ничего не хочет. Вот он вот такой. Да, он все делает из-под палки. Причем не обязательно из-под внешней палки. Может быть, из-под своей палки. Сколько можно лежать, пойди, пройдись хотя бы. Да, чего-то вот типа такого. Вот. Причем, ну, депрессия – это нормально. Вот такое легкое депрессивное состояние – это нормальное состояние для человека. Сниженный эмоциональный фон – это нормально. Да, вопрос о степени выраженности. И клиническая депрессия – это когда эти вещи нарастают до такой степени, что вы, ну, вообще не можете ухаживать за собой даже. У вас тогда нарушаются даже навыки самообслуживания. Вот. Но, повторюсь, да, то, с чем работают психологи, чаще всего это, конечно, ну, более легкие версии того же самого события, того же самого состояния. Вот. И депрессия, вообще говоря, является такой генерализованной реакцией, обобщенной реакцией на самые разные жизненные события. Да, то есть в этом отношении словить депрессию можно, ну, по очень многим причинам, а часто без такой видимой причины. Ну, вы замечаете, что общество в целом ставит крест на психических проблемах сейчас, что не принято до сих пор, даже несмотря на то, что действительно изобилие психологов, психотерапевтов, людей, которые считают себя таковыми, не дает полного понимания проблемы? Сейчас. Вот я бы разделил тут две вещи. Первое, как раз я бы отметил, что за последние 20 лет стало значительно лучше. То есть, соответственно, психические заболевания перестали рассматриваться как приговор. Все-таки существенная часть населения, насколько можно судить по вопросам, не испытывает отвращения к психически больным или к симптоматике. Это вот первый разговор. И второй разговор заключается в том, что понятие нормы размылось. Вот не очень понятно, что такое нормальный человек сегодня. Вот я вот так бы повернул разговор, и это значительно более серьезный момент. Причем нормы размылось в самых разных отношениях. Какие отношения между людьми нормальные, какие нет. Какие браки нормальные, какие нет. Все вот это теперь является, несмотря на то, что законодательно все жестко зарегулировано, в обществе констанута нету никакого. И дальше его будет только меньше. Потому что стало понятно, что мы очень разные. И формы такого, ну, как сказать, накладывания шаблонов на развивающихся людей, которые были при советской власти, эта ситуация точно рухнула. Мы действительно развиваемся очень по-разному. Давайте приведу пример из другой области, чтобы было понятно, насколько ситуация острая. Школьные программы заточены на некоторую возрастную норму. Вот дети к такому возрасту должны уметь что-то и знать вот то-то. А к следующему возрасту что-то вот такое. Эти нормы были получены хрен знает когда. Но чуть ли не до Великой Отечественной войны. Ну, может быть, в 50-е, 60-е годы. Сейчас эти нормы не соответствуют вообще ничему. Дети развиваются по-разному. То есть, количество вариантов развития, нормального развития зашкаливает. Да, собственно, на кого рассчитаны школьные программы? Какой результат вы хотите получить на выходе? О чем речь? Ну, собственно, вот ровно то же самое. Diversity торжествует. Причем торжествует в самых невероятных формах. Я уж не говорю про цифровизацию, гаджеты и все остальное. Я даже не об этом. Я просто о том, что вариантов того, какие мы, стало значительно больше, как только стали на это внимательно смотреть. Ровно то же самое с эмоциональными состояниями, с психическими состояниями, с заболеваниями. Вот с какой точки начинается болезнь, а докуда идет норма? Да, ну вот, собственно, сколько человек должен лежать в своей кровати, вылезая только в магазин, чтобы мы посчитали, что его депрессия стала клинической. Это вопрос точно не ко мне, это вопрос именно вот такой. Насколько он может держаться на своих советах друзей, родственников? На алкоголе. На алкоголе, на некоторых простых таблетках, не пойдя ни к психологу, ни к психиатру. Ну, вот что-то. Слушайте, ну, мне вспоминается дурацкая история, очень страшная, которая произошла в родном городе в моем в сентябре, когда стрелок в школу зашел. Человек стоял, как выяснилось, на учете в психдиспансере, свяло текущей шизофрении. Все начинают задавать вопрос, а где корень проблемы? Давайте усилять охранные пункты в школах, давайте делать дополнительные кнопки, чтобы можно было быстрее приехать, среагировать. Но проблема-то, мне кажется, не в этом, а в том, что психдиспансер, который должен, по сути, курировать этого человека гораздо более внимательно и активно, не делал это. Ну, с одной стороны, это правда. С одной стороны, психдиспансер мог бы лучше работать. С другой стороны, вы же представляете, сколько у них стоит на учете людей с такой шизофренией. И? Сейчас. Стрелком является один. Да, соответственно, является ли шизофрения пусковым крючком, вопрос неочевидный. Но определенно является. Она создает некоторый фон, конечно. Но если посмотреть на исследования, в родном отечестве есть очень занятный психолог Кирилл Хломов, который занимается буллингами, школьной стрельбой и так далее. Ну, вот у него по статьям можно посмотреть статистику, в основном не нашу, к сожалению, по поводу того, кто стреляет. Вы будете смеяться, но людей, которым потом подтвердили психиатрический диагноз, меньше 7%. В основном стреляет норма. Она находится в не очень нормальном состоянии, но потом, если ее берут живьем, это норма. Что это за состояние-то такое? Как человек принимает это решение? Я не понимаю. Ну, то есть для меня самым страшным является отсутствие контроля этих состояний, неважно, самим человеком или обществом, или людьми, которые должны за этим наблюдать. Что должно произойти, чтобы мы начали это замечать, даже эти 7% пускай? Вот тут я вас вынужден огорчить, потому что проконтролировать состояние человека почти невозможно. Особенно взрослого человека. Как правило, это не особо взрослые люди, вот в чем дело. Нет, но это подростки, это юноши. Но еще раз, собственно, субкультура подростковая устроена таким образом, что все, что можно прятать от взрослого, будет спрятано. Да, там ведь, я не знаю, про какой конкретно вы случай говорили, потому что стрельба была в нескольких городах в последние годы. Там же самое угнетающее, когда я, скажем, обсуждаю с студентами эту ситуацию, стрелки же большей частью в соцсетях рассказывают что-нибудь, что вообще говоря о пастериоре, дает возможность все понять. И я говорю, ну вот вы такое видите, что вы будете делать? Нет ничего. Потому что, ну, во-первых, никакой гарантии нету, а потом мы не стукачи. Я говорю, ребята, там 20 трупов потом, вы о чем? И? К чему мы приходим? Ну, это все понятно. И что дальше? Сейчас, мы приходим к очень неприятной ситуации. Дело не в психиатрической подоплеке, хотя в ней тоже, а в том, что, соответственно, есть явное противоречие между миром взрослых и миром стрелков этих. И его нельзя не замечать, его пора увидеть, наконец. Да, с этим и был связан мой вопрос в целом. Каким образом, кто должен этим заниматься, что должно произойти? Опять, вот здесь нет общего ответа. Понятно, что проблема комплексная, и ответственно должно быть много. И это опять будет как всегда у семьянянек, дитя без глазу. То есть, понятно, что, соответственно, хорошо было бы, чтобы с этим или с похожими людьми работали какие-то специалисты. Но формально стрелки не имели отношения к тем организациям, которые стреляли. Не ко всем имели отношения, я так аккуратно сказал. Непонятно, какой специалист мог бы их уцепить. Понятно, что для относительно небольших городов, где происходили эти события, распространенность специалистов моего профиля не очень велика. Это факт. И они не очень дешевы. Семьи не очень состоятельны, чтобы отправить ребенка не ребенка уже, подростка туда. У этих подростков плохой контакт с родителями. Родители ни хрена не понимали, что было с их детьми. Мягко говоря. Я бы еще жестче сказал. Если бы эфир посмотрел. Да, соответственно, никто не посмотрел. Никто не догадался там что-то такое сделать. Понятно, что корень проблемы где-то гораздо более... То есть, ситуация очень тяжелая, потому как я бы сказал, что некоторая удача, что в нашей стране стреляют так редко, а не наоборот. То есть, все-таки какие-то структуры социальные контролируют, считай, работают. Я не умоляю ни в коем случае оперативность реакции людей, которые должны оперативно реагировать. Я понимаю прекрасно, что есть люди, которые жертвуют собой, ложатся на амбразуры и так далее, и так далее, но... Но это не решение, конечно. Абсолютно. И психологическое состояние в целом жителей нашей страны, как мне кажется, очень плачевно. Именно поэтому сейчас люди разделились на тех, кто ходит к психотерапевтам, и тех, кто троллит тех, кто ходит к психотерапевтам. И те, и другие имеют право на то, что они делают. Но еще раз, в ситуации серьезных общественных потрясений, ну, странно ждать спокойствия. Индивидуального, я имею в виду. Да, собственно, даже в ситуациях более-менее стабильной общественной жизни много проблем имеет место в той же стрельбе, мы с вами с той же стрельбой связаны. Но когда все, в общем, жестко и резко изменяется, все еще хуже, потому как, ну, действительно, у людей с небольшими адаптационными возможностями, для них ситуация выглядит, ну, просто разрушительной, просто ужасной, просто невероятной, непонятно, что делать, куда бежать. Дева не только в конкретных людях. Да, социальными практиками можно бороться, их бессмысленно запрещать, да, это практики, которые, в общем, вы никогда не увидите до сих пор, как они не проявились. То есть, у нас какая-то широкая воспитательная работа, широкая просветительская работа, работа, связанная с тем, что жизнь другого человека – это ценность, что оказывается неочевидным, как ни странно. Да, ведь бывают совершенно не связанные с вашими проблемами люди, ну, и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, соответственно, даже обсуждение этих вещей затруднено в силу того, что у нас же разговор про суициды – это же уголовная статья. Да, я вот сейчас тоже сижу, думаю о том, что все, что мы сейчас с вами проговариваем ртом, это на самом деле настолько важно, настолько может быть цензурировано. И в моменте обсуждения сейчас этой темы я сижу и думаю о том, оставим ли мы это на монтаже. Давайте поговорим про когнитивные искажения. Пожалуйста. Чтобы без проверок, чтобы без прокуроров. Хорошо. Мне кажется, нет ни одного человека сегодня, который не живет без когнитивных искажений. Ну да, но ведь, погодите, когнитивные искажения, которые вот Канава написал, там же в этом, в чем весь, извините, прикол, не могу другого слова употребить, что это результат нормального работы мышления. Вот нормальное мышление работает так, что чтобы оно работало, у него должны быть когнитивные искажения. Там в этом же кайф-то. Там вот, собственно, если я понимаю, за это дали Нобелевскую премию, что вот сама идея, она прям переворачивает ситуацию сток на голову. Это не ошибка, это ошибки, но это ошибки, потому что это так работает. Это ошибка во имя жизни, да, правильно? Это ошибка во имя того, чтобы я мог вообще думать. Я тут недавно узнал, что такое конфабуляция, очень прикольно, мне кажется, что это вообще моя любимая. Чисто тема про меня. Ну, вы знаете, да, что это такая когнитивная ошибка, при которой, ну, типа, пробелы памяти человека. Они бессознательно заполняются информацией, которая как будто бы тебе уже где-то привиделась. Условно. Я говорю, убери этот кусок из монтажа, он там точно был. Ты говоришь, тут его нет. Я говорю, я его помню, он был абсолютно точно. Я запомнил, что это случилось. Оказывается, что его там нет. Ну, почему-то моя память в какой-то момент подменила мне эти слайды, я заполнил пространство чем-то, чего на самом деле не было. Да, ну, у вас совсем простой пример. А люди, бывает, рассказывают просто целую историю. Да, 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 да. Живут вообще совершенно в несуществующем мире, который они сами себе представляют. Да, да, да. Вот. Поэтому, ну, собственно, когнитивные искажения, повторяю я, я думаю, что с этим связана их такая поразительная популярность. Они очень простые и наглядные. Их легко поймать что на себе, что на своих друзьях. И потом они вот действительно, повторяю, это проявление того, что мышление работает. Что у вас действительно есть мышление, оно вот такое, вот там, там, там. Все хорошо, вот мы вас поймали за хвост. Вот ошибка. Как-то вот так. Какие ваши любимые когнитивные искажения? Расскажите о них. На каких вы себя ловите? Ну, я себя ловлю на многих, у меня нормальное мышление. Тут, в общем, без проблем. Я очень, как бы сказать, связан с континентным искажением вложенных усилий, например. Да, когда вот вы много раз что-то делаете или во что-то вкладываетесь, и потом жалко бросить, потому что... А результата нет. Результата не просто нету, а черти что. Вот, но вот уж столько всего потрачено, ну как же. Ну, еще попробуем, потерпим, постараемся. Что-нибудь типа такого. Вот. Лаборатория моя регулярно занимается исследованием чего-нибудь такого. Ну, не просто искажения, но это уже столько всего понаделано, смешно. Но в каких-нибудь конкретных контекстах, когда это связано с какими-то дополнительными интересными особенностями мышления того же самого. Вот. Что-нибудь рассказать надо. А когнитивные искажения – это всегда... Сейчас я сформулирую этот вопрос, потому что это очень интересно. Условно. Вот как отличить когнитивные искажения от неправильности восприятия жизни, например, или мира? Или это одно и то же? Это одно и то же. Это равно, да? Это абсолютно. Просто неправильное восприятие реальности. Ну, только оно вот... Когда мы говорим про восприятие реальности, это может что-то очень большое. Искажения – это локальные очень вещи. Ну, вот смотрите. Недавно история про то, что все сидели в пандемию дома, увеличилось количество разводов. Да. Фигня полная. Я начал изучать это все. Оказалось, что количество разводов не увеличилось. Статистика ЗАГСа говорит о том, что совершенно все нормально. Люди, наоборот, начали узнавать друг друга и жить еще лучше. Нет, ну, собственно, опять, в разных странах по-разному есть где-то, где стало разводов больше, где все... Вы знаете людей, которые развились реально во время пандемии? Да. Да? Да, не очень много, но знаю. Ну, опять, что такое развод? Развод в ЗАГСе, когда у вас были печати в паспорте. А поскольку гражданский брак... Ну, расставание, окей, хорошо. Да, народ разошелся. Знаю энное количество случаев. Опять, я не переоцениваю количество. Как раз знаю и романы, завязавшиеся во время пандемии. Я тоже. Ну, поэтому все окей. Это ошибка базового процента называется. Это когнитивное искажение, когда ты предпочитаешь свой опыт статистики, когда ты говоришь, да, я слышал. Ну, не важно, что там действительно есть какое-то исследование. Ну, вот, собственно, на ваш предыдущий вопрос... Да, два раза на этот вопрос. Ну, вот про якорные всякие якоря, масса хороших байосов. Ну, вот это когда вам действительно задают набор альтернатив, из которого вы якобы должны выбрать. Давайте на примере, на живом. Вот сижу перед вами я. Давайте попробуем в какие-то рамки меня вогнать, чтобы продемонстрировать когнитивное искажение живьем. Ну, вы вот после беседы с нами, небось, ведь есть захотите. Обязательно. Я уже думаю о том, что я буду есть на обед. Ну, соответственно, вы выйдете куда-нибудь. Я не знаю, что есть в округе. Ну, например, у вас есть Макдональдс, который называется рточка и что-то там такое. И есть КФС. Вы куда пойдете? Вообще ни туда, ни туда. Ни туда. А между чем будете выбирать? Ну, я скорее вот столовка. Там можно что-то здоровенькое себе выбрать. Ага. Компотик, гречка, мяско. Мяско. Ну, хорошо. Соответственно, дальше... Если выбор между вкусной точкой и КФС, выберу КФС. Ну, вот, соответственно, в ситуации... Как устроена установка этих самых едальных мест в родном городе нашем и не только в нашем? Они никогда не стоят по одному. Потому что ситуация есть или не есть, это не та ситуация, в которой вы сделаете правильный выбор в конце уточки. Их должно быть две или больше. Тогда вот оно вот, вот, вот. Вы выберете либо то, либо другое, либо третье. Вы не останетесь голодным. Деньги у кого-то, да, вот ваши будут в кассе. Вот оно в чистом виде. Можно ли найти какие-то когнитивные искажения? Давайте назовем топ-3 прикольных когнитивных искажений, которые в процессе изучения их могут дать возможность понять нам лучше самих себя. Вы знаете, я боюсь назвать топ-3, потому что они будут очень отличаться от контекстов стран и так далее. Давайте я расскажу мой любимый канамановский пример. Потому что это еще один, за который дали, соответственно, за Нобелевскую премию. Хотя он психолог, а Нобелевскую премию по экономике дали. Работа делает по заказу страховых компаний. Американских, подчеркиваю. Все в Штатах происходит. И, соответственно, он вместе с ними обращает внимание, что подписывая некоторый договор на страхование автомобиля в двух практически соседних Штатах, люди платят разные деньги за практически один и тот же договор. Но только в договоре в Штате А есть дополнительная галочка, что если услугами страховой компании вам предстоит воспользоваться, то вы еще имеете право лично присутствовать на суде, где она вас будет защищать. Это стоит лишних условно 200 долларов. И все автоматически подписывают договор на эти лишние 200 долларов для того, что правом эти пользуются меньше, чем 1 сотая, по-моему, процентам. Вот искажение, когда вы подписываете документ с поставленными галочками, это вот просто классика. Какой выход из ситуации? Читать внимательно договор? Ну, это не выход. Понятно, что это не спасает ни от чего. Конечно, документ-то внимательно читать. Но, соответственно, знайте, что галочки расставлены, вас ловят. Будьте уверены, это так. Это не зависит от страховая компания, банк, соответственно, установка новых окон вам и так далее. Вот галочка – попытка вас поймать. Извините, Нобелевская премия по экономике. Да-да-да, я понимаю. Почему завел вообще тему о когнитивных искажениях? Потому что есть ощущение, что вся пропаганда на них построена. Ну, не только на них. Но пропаганда, конечно, строится на каких-то очень простых вещах, поскольку на, как сказать, умную пропаганду нет ни времени, ни сил, ни денег явно. Пропаганда работает очень простыми и, главное, дубовыми, к сожалению, эффективными механизмами. Если вы можете много раз повторять одно и то же, делайте это, и это выстрелит всегда. Потому что никто не будет вас проверять. Навыков работы с информацией, потому что сейчас очень неудачно с критическим мышлением, даже если они есть, их почти никто не использует. Это просто беда какая-то. Да, собственно, ну вот вы включаете на 5 минут любую новостную программу, что нашу, что не нашу, и дальше фиксируете ее, и у вас есть работа на сутки, проверяется все. Ну, понятно, что разваливается и там, и там целиком, но это вранье практически все полностью. Ну, кто же этим будет заниматься? Вот, поэтому ужас, ужас, ужас. То есть, как сказал кто-то из второумцев, пропаганда второе ядерное оружие. Вне всяких сомнений это так. При этом вроде как, сейчас это страшно, критическое мышление имею в виду, страшно популярно и в школах, и в вузах пытаются разные люди показать, как сформировать надо работать, как вы можете, ну, не то чтобы обезопасить себя, но, по крайней мере, снизить вероятность подставиться под что-то. Насколько я понимаю, особенно сильных эффектов нет. То есть, от вас требуется такой, ну, вот если вспомнить Каннемана, он придумал, предложил двухсоставные системы. У нас есть очень быстрый автоматический процесс, они работают вот так, сами. И пропаганда рассчитана на них. А альтернатива – медленные системы, которые аккуратно рассуждают и принимают взвешенные решения. И они запускаются очень редко. Они затратные, они медленные, они приводят к усталости и прочее, 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 прочее. Поэтому вот научиться вовремя запускать системы второго порядка – это великий навык. Это уже к эмоциональному интеллекту что-то ближе. Не только к эмоциональному, к разному интеллекту, к общему тоже. Но, к сожалению, вот, повторяю, хороший рецепт, я не знаю. Все мы стараемся этим заниматься в меру своей испорченности. Но я не думаю, что это имеет сильные последствия. Ну, то есть, к сожалению, простой рецепт – просто не лезь в пропаганду. То есть, не сталкивайтесь с ней, выключите телевизор. Ну, все ли нас услышат? Ну, так никто нас не услышит. Ну, просто вам не устоять. Ну, то есть, понятно, что у вас есть масса других обязанностей и дел по жизни, и вы не будете справляться с этим мутным потоком никак. Причем, еще раз, я не хочу сказать, что наша пропаганда чем отличается от любой другой пропаганды. Слушайте, да, пропаганда может быть не только из телевизора. Это либеральная повестка тоже своего рода пропаганда. И либеральная на английском. Господи, ну, там пропаганда отсюда пропаганда. С ней всю надо обращаться одинаково, как с ядовитой змеей. То есть, аккуратно, держать на дистанции. Пропаганда как наука, наш следующий подкаст. Ой, господи, это не ко мне. Плохой психолог – это кто? Ну, вот в разных сферах деятельности, с которых мы с вами начинали, плохой психолог будет разным. Ну, скажем, в исследовании это человек, который делает плохие эксперименты. Плохие, в смысле, корявые. С плохо построенными условиями игры. В практике это человек, который плохо работает с чужими проблемами. Что такое плохо работает с чужими проблемами? Давайте я расскажу несколько баек. Мне кажется, что они полезные. И много чего прояснится. Много лет назад я участвовал в разборке скандальной проблемной ситуации. Время трения психологи получают жалобы на других психологов. И вот разбираются и думают, что с этим делать. Ситуация была следующая. Выпускница одного известного российского вуза, по-моему, еще даже советского. Нет, советского, наверное, еще. Пошла работать на крупный военный завод. Причем рвалась туда работать. Такая была девочка-отличница. Очень хотела. Ее взяли в службу, которая даже психологически не называлась, но занималась самыми разными вопросами работ с персоналом. И девочка провела интервью глубинное с мастерами. Ну, бригадирами. Причем глубинное. То есть не только какие-то поверхностные вещи, но про какие-то личные качества. А потом не придумала ничего лучше, как рассказать о результатах интервью с большим количеством подробностей. Про заводскому радио. Она стала жива чудом. Это не метафора. Охрана закидала ее ватниками и просто вывезла с территории завода на какой-то там вагонетке. Не метафора. Да? Ну, и дальше, соответственно, завод написал... Завод уважаемый. До сих пор уважаемый. Страшную рекламацию на факультете, где она училась. Самое мягкое. Какого хрена? Чем вы занимались пять лет? Вот. Ну, и вот дальше, соответственно, люди пытались понять, как изменить учебный процесс. Что с девочкой безнадежно, это понятно. Как изменить учебный процесс, чтобы дальше такого не было? Ну, соответственно, девочка нарушила несколько заповедей работы психолога. Ну, например, анонимность. Или, соответственно, если клиент не желает, чтобы вы рассказывали о том, что вы с ним работали, о факте работы, не об информации даже, вы об этом никогда никому не рассказываете. Это закрытая информация. Это должно быть закреплено на бумаге, документах? Обычно... Ну, кто-то это делает на бумаге, но обычно это делается некоторым таким терапевтическим соглашением на ранних этапах работы. Вот. Собственно, в исследованиях рон то же самое. В исследованиях вы сообщаете испытуемому, что будет сделано с его данными. То, что они будут закрыты, это понятно. Но в какую обработку они пойдут? Да, он должен об этом знать. Сейчас многие, кстати, психотерапевты договор подписывают. Это правильно, да. И это правильно. И, собственно... Ну, только единственное, в договоре ведь все не напишешь. Нет, конечно. Ну, да, да. Если этот человек, я думаю, высокопоставленный как клиент, то он может свои условия выдвигать. Да, нет. Опять-таки, вот в ситуации, о которой я говорю, вообще-то в тотальной ситуации, факт обращения к психологу, это закрытая информация. О том, что к вам обратился конкретный мерек, никто знать не должен. Он хочет рассказать ради бога. Но вот вы могила. Эта информация закрытая. Я повторю, я не говорю уж о каких-нибудь подробностях того, что он вам рассказал. Не дай бог. Если что-то с вами в ходе взаимодействия устойчиво становится хуже, однократно всякое бывает, но если несколько раз, то есть вам после отношения взаимодействия с психотерапевтом становится хуже, по-видимому, вы попали не к своему специалисту или к плохому специалисту. Я прошу отвечать на вопрос про плохих психологов. Да, это понятно. То есть, пожалуй, что в этой ситуации вам лучше не продолжать контакт. Должно становиться лучше? Должно становиться понятнее. Если вам стало плохо, хуже. Должно понятно, что произошло. Если вы вместе разговаривали проблему, часто становится хуже. Это такая нормальная ситуация. Но это должно быть по понятным эффектам, понятно, зачем это делается. Ну да, но это психоанализ и придуман. Понятно, к чему все это идет. Не обязательно психоанализ. В гештальтерапии, соответственно, в когнистной бихиарентерапии примерно то же самое. Опять-таки, психолог, с которым вы работаете, должен иметь подтверждение того, что он психолог. Хорошо бы иметь образование специальное, лучше, выше. Всякие варианты повышения квалификации по теме и так далее. Да, ведь у нас же по закону сейчас, которого нету, можно работать психологом, ну вот, психотерапией заниматься, не имея вообще... Профильного образования, да. Да ладно, вообще никакого. Слово психотерапии запрещенное, поскольку это медицинская специальность. Да, психология вы, наверное, имеете в виду. Ну вот, консультирование. Консультирование психологическое. Быть психологом, инсультантом можно... Мне. Легко. Сегодня вечером, пожалуйста. Да, разговоры о новом законе идут давно, но те варианты, которые Госдума показывает, не дай бог. То есть, там какой-то совершенно... Психолога пытаются сделать стукача в одних вариантах, там еще... Ну то есть, там черт что происходит. То есть, люди, которые пишут закон, просто не понимают, о чем речь. К сожалению. Вот. Посему... То есть, какая-то регулярность, конечно, нужна, но она должна быть разумна. Возвращаясь к психологу, да, психолог должен у вас вызывать какие-то чувства типа доверия. Об этом вы сегодня несколько раз говорили. Да. Доверие бывает очень разным. И доверие может быть результатом вашей работы. Это лучшее доверие. Да, то есть, если вы на него посмотрели, он у вас уже вызывает доверие. Вот это, да, первичное доверие же тоже должно откуда-то сформироваться. Должно быть. Но если правильно работает психолог, мальчик-психолог, то он должен вызывать доверие. А если девочка правильно работает, то симпатию. Вот так вот для справки. Симпатия это... Ну вот она симпатична, нравится она. Как женщина? Как женщина? Как говорит? Как смотрит? Как спрашивает? Как специалист тоже, получается. Так, любопытно. Вот. Ну что еще такого? Вы должны понимать, что он делает, хотя бы на первых этапах. Ну вот про психотерапевтический контракт мы с вами заговорили, да? Контракт, я имею в виду не бумагу, хотя бумага тоже годится. Но вот договориться о правилах игры, о результатах, которые потребны, о прогнозах на сколько времени, это займет. Акетирование еще часто делают до первого посещения. Бывает. Ну вот там варианты, возможно, разные. Важно, чтобы это было. Да, собственно, что человек пытается построить некоторые понятные для вас формы взаимодействия. Вот. И, наконец, еще раз... Ну вот хорошие психотерапевты, они люди изощренные и гибкие. Это очень трудно показать вот на таком простом разговоре, но когда плохой терапевт всех стрижет под одну к ребенку, и все случаи оказываются сводимы к нескольким простым моделям. Обычно это убогая работа. Да? То есть вот проверить, насколько он может по-разному объяснять то, что с вами происходит, и вместе с вами это по-разному понимать, это часто помогает вам и лучше понять самую себя, но и заодно разобраться, а то перед вами сидит, насколько он... Давайте я еще термин введу один. Когнитивная сложность. В нашей профессии простота хуже воровства. Не только в нашей, но в нашей вот железно. Когда клиент когнитивно сложнее, чем терапевт, можно выносить всех святых. Когнитивная сложность – это вот какая штука. Когда вы можете оценивать какой-то предмет по многим разным основаниям. Вы можете посмотреть и так, и так, и так, и так. Причем эти основания будут независимы относительно. Вот это когнитивная сложность. Вот я повторяю, что вот когда вы сталкиваетесь с когнитивно простым терапевтом, или просто работающим психологом, обычно это не есть хорошо. Повторяю, психологи – профессионально умные существа. Должны быть, по крайней мере. А психотерапевт и психолог сразу понимают, сколько сеансов достаточно человеку, который к нему пришел на первое посещение? Нет, конечно, но тогда у него есть абсолютно внятные формулы, как договориться об этом. Мы сначала сделаем то-то, 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 то-то. Это, скажем, две или три встречи. А после этого мы с вами примем решение, что будет дальше. Ну, вот нормально. Вот три встречи. А дальше мы с вами отдельно обсудим. Вот мы с вами достигли того-то, что мы делаем дальше. Мы можем продолжать, мы будем делать то-то, то-то, то-то. Можем остановиться. Это ваш выбор. Вот такой дискредитирующий немножечко вопрос, который мне поднакинули мои коллеги. Сказали, спроси-ка, а что если, ну вот, допустим, перед вами, как у практикующего психолога окажется миллиардер? Вы поймете, что в целом ничего сложного нет. Два-три занятия достаточно. Две-три практики, сеанс. Вы закончите с ним работать? Или вы схитрите и сделаете так, что на протяжении долгого времени вы будете подсаживать его на иглу психотерапии и зарабатывать с этого деньги? Вы меня лично спрашиваете? Давайте вас лично, если бы вы оказались в этом примере, и как делают, да, что вы видели подобное? С точки зрения меня лично отвечать достаточно просто, поскольку я психотерапией не занимался никогда, я занимался оргконсультированием. Там такая ситуация регулярно возникает. Ну, вы работаете с богатой организацией, соответственно... Все заранее всем известно, все проговорено, да, окей. И, соответственно, в этой ситуации вы заканчиваете проект. Да, соответственно, это принципиально. Не, ну вы сделали свою работу. Да. Но мы сделали свою работу, и мы закрыли договор. Никто не мешает вам, сделав паузу, предложить какие-то либо продолжения, либо другие вещи. Так и делается. Повторный заказ считается хорошим критерием хорошей работы. Да, это понятная вещь. Да, но я скорее про личное консультирование. С личным консультированием ответ получается более хитрый, потому что есть варианты психотерапии, ну или консультирования, просто длинные по своей природе. Ну, скажем, классический психоанализ практически не бывает коротким. То есть, в этом отношении, если к вам пришли на что-то психоаналитическое, то это уже много встреч, это длинный процесс. Если к вам пришли на кратковременную терапию, то наоборот, тут все прямо понятно, что вы должны справиться за одну-две встречи, и все. Понятное дело, что это нормальный профессиональный выбор для коллег. Дело даже не в миллиардере, а просто в длинном или коротком процессе. Это ведь завязано на образ результата. Что должно получиться после вашей психотерапевтической работы? Это надо тоже обозначать сразу. Ну, формально об этом надо договориться, конечно. Вопрос о том, ну вот, собственно, глядя с моего берега, что человек после какого-то количества встреч с вами должен научиться стоять на собственных ногах. Ну, если он пришел к вам за некоторой помощью в решении какой-то проблемной ситуации, она должна разрешиться, у него должно быть средство для дальнейшего решения подобных ситуаций. Вы после этого должны быть ненужны. Собственно, для меня это и есть нормальный способ работы. Это не значит, что он к вам потом не может обратиться по аналогии с теми случаями повторно с другими проблемными ситуациями. Такое, безусловно, тоже бывает. Но вот по моим представлениям вы должны закончить случай и его отпустить. Коллеги ведут себя по-разному. Ну, собственно, господи. Все чаще я слышу о том, что он просто подсадил тебя и деньги зарабатывает. Конечно, конечно. Такое действительно есть, да? Такое тоже бывает. Но еще раз, все-таки в разных профессиональных сообществах, ну, терапевтические в том числе, есть вещи, которые называются этическая комиссия. И вы можете туда пожаловаться. Есть, но это, обращаю ваше внимание, да, это предполагает очень высокую степень организованности рынка этих услуг. Есть ассоциации разного рынка. Рынок есть, организованности до сих пор нет? Кое-какое есть, но не очень много. Да, ну, я повторяю, поскольку вы можете работать прямо сегодня вечером, ну, к кому вы имеете отношение, никому. Куда на вас пожаловаться? В суд? В налоговую? Ну, я уж не знаю. Какие документы будут предъявлены? Если вы не подписали бумаг? Никакие. Врете вы, что вы со мной работали? Первый раз я вас вижу. Не-не, это все совсем непраздная вещь. Поэтому по мере того, как сообщество структурируется, повторяю, я и рынок структурируется, и сейчас значительно лучше, чем 20 лет назад. Повторяю, я вот в Москве и в Питере насыщенность рынка специалистами уже такая, что появилась нормальная специализация. Ну, кроме Белат, давайте, грустных событий, о которых мы с вами сегодня говорили. И вы говорите, вот это мои случаи, а вот это не мои. И вы поднимаете телефонную трубку и отправляете человека к тем, кто работает с этим случаем. Вот в Москве и в Питере стала уже просто нормальная Европа. Ну, никаких проблем не было. Это для меня был еще один показатель, что все идет в правильную сторону. Ну, потому что есть рынок, есть конкуренция, и сразу же понятно, кто хорош, кто нехорош. Отсеиваются плохие, потому что их слишком много, и становится все понятно. И конкуренция, и специализация, как нормальный рынок. Разные ниши, все нормально, как и должно быть. Вот. То есть, в этом отношении, повторяю я, вы указываете на проблемные точки, но они не безнадежные. То есть, сообщество вполне понимает их и с ними работает. Все окей. Ведь в семье не без уродов, всякое бывает. Про состояние в начале 2000-х даже вспоминать страшно. Но не знаю, чтобы страшно, оно, скорее, противно. Там очень разное все было. А как вы относитесь к вот этим вот психологам, которые разбирают личности на YouTube, которые очень популярны и таким образом привлекают трафик людей на оффлайн-встречи с вами? Да, вот есть несколько человек, фамилии называть не буду, но которые очень популярны. Которые вот пользуются возможностями нашей профессии не во благо. Есть вещи, которые делать нельзя. Вы сейчас про разбор личности? Я про разбор конкретной личности. Не вообще личности. Не просто рассказ о том, что личности бывают разные. А когда человек берет клиента и прямо на камеру с ним что-то делают. Такого навала. Это может быть не один клиент, может, группа людей, которые заплатили деньги, чтобы пообщаться с гуру. И так далее. Вот это беда. А в чем основная проблема разбора конкретной личности? Нарушение всех правил игры, про которые мы с вами столько говорили сегодня. Все это абсолютно под водой. Потому что вся приватность таким образом идет коту под хвост. Причем... Да, но ты берешь личность, которая не имеет отношения к тебе как к психотерапевту или к психологу. Как он сидит напротив вас. А, нет, я имею в виду не это. Ну, там, условно... Беру личность из интернета и разбираю его там психотип, характер и так далее. Да, ради бога, господи. Если вы разбираете личность Александра Македонского и Владимира Владимировича Путина, да ради бога, господи. Нет, я имею в виду конкретную работу с конкретными людьми. Это в навалом. Откройте человека на букву Л или человека на букву К. Тоннами. Вот это беда. А если вы обсуждаете левых людей, да сколько угодно. Поэтому мы с вами просто по-разному говорим в этом случае. Явно. Ну, и я понял, про каких людей вы говорите. Кого вы имеете в виду. Они, да, и личности разбирают, и все, что угодно. И все, что угодно. Поэтому литературный анализ. Вот мы с вами открываем роман «Война и мир» Толстого. Чудесный роман. Чудесное описание людей. Ну, и разбираемся, каковы они. Рать бога. Ну, давайте финальное, чтобы на положительном о чем-то закончить. Кто должен заниматься ментальным здоровьем наших граждан? Что должно произойти, чтобы мы с вами стали чуточку взрослее, мудрее и психологически подкованнее? Значит, вот про здоровье вопрос, к сожалению, не ко мне. Это к врачам. Здоровьем занимаются врачи. Что ментальным, что нементальным. У психолога и психиатра общего только четыре первые буквы. Все остальное разное. Врачи лечат. И дай бог вам всяческого здоровья. Лечат в том смысле, например, что таблетки имеют право выписывать. А психологи не имеют право выписывать таблетки. Да, и, кстати, еще один показатель, где психолог нарушает правила игры, если он вдруг... Не дай бог вам что-то такое рекомендует. К врачу, ребята, к врачу. Особенно для сильных препаратов. Вот. А чтобы мы стали мудрее и так далее, мне кажется, что некоторая успокоенность, ну, ситуация, как ни есть, не является катастрофической. Она неприятная, но в некоторых пределах она удержалась. И пора все-таки обращать внимание на своих ближних и не очень ближних с тем, чтобы помогать им выдерживать те социальные передряги, которые выпали на нашу долю. Времена не выбирают, в них живут и умирают, как сказал поэт. Дальше очень оптимистически. Рискотворение продолжается. Владимир Спиридонов сегодня был в интересном подкасте. Спасибо, что смотрите и подписывайтесь. Это делает нас сильнее и масштабнее. Пока. Увидимся. До новых встреч.